Приветствую вас! Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, то, что, в общем-то, довольно серьезно бросается в глаза, как мне кажется, это очень высокие требования к себе, которым вы совершенно очевидно не соответствует, не можете соответствовать, потому что, ну, времена меняются, ситуация меняется, вот, и вы не можете соответствовать тем требованиям, которые были в школе у вас, например. То есть, условно говоря, вам болезненно то, что вы не первое, что вы не самый лучший и так далее, вот. Если у меня нет смысла снизить свои требования, вот, и спросить себя, вот, гипотетически, если не ставить цель быть, там, в числе первых учеников, да, ну, вот, что... Могли бы вы учиться на, скажем, ну, на программисты, на то, что вы сейчас делаете, получше, ну, в смысле, более комфортно для себя или нет, вот. То есть, если дело в том, что вы от себя требуете учиться хорошо, это про перфекционизм, вам переход на другой курс, на другой факультет не поможет. Вот. К сожалению. Если у вас есть чувство вины перед родителями своими, вот. Это вопрос достаточно серьезный. Счетом вины тоже нужно поработать, потому что, как правило, эм... Ну, за ним, за числом вины, как правило, находится, эм... Вость. Вот. Как правило, находится вость. Вот. И... Соответственно... Вость это не выражены ваши границы, которые вы себе подавливали, возможно, подавляли, точнее. Вот. Ну, возможно, опять же, по причине того, что нужно было сделать так, чтобы родители были довольны. Ваши. Вот. Что произойдет, если они довольны не будут. Это вот вопрос. Следующий момент, на который я, наверное, хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что, да, действительно, совершенно верно, что бы вы не выбрали, скорее всего, вы будете жалеть. Это цена любого выбора, и вам бы здесь поработать над тем, чтобы принять тот факт, да, что, что, что бы вы не выбрали, что бы вы не решили, то равно вы будете жили. Так или что? Жалеть вы будете вообще в любом случае. Вот. Просто в одном случае вы будете жалеть больше, в другом случае будете жалеть меньше. В одном случае вы будете свои интересы реализовывать, условно говоря. В другом случае вы будете реализовывать интересы, ну, своих родителей, к примеру. То есть это будете там, условно, условно, не вы, да, ну, ваши родители. И это альтернатива, это, к сожалению, то, что можно узнать такой, ну, довольно взаимоисключающей истории, я бы так это сказал. Да. Это действительно такая вот взаимоисключающая история. Вот. И, просто если, например, снизить ваши требования к себе, если отработать с виной ваши, вот, то неверно, что вы выберете. Поэтому нужно здесь разбираться деликатно. Деликатно. Деликатно, но не без деликатных подход к вашей ситуации, чтобы решения приняли вы, а не, условно, кто-то другой за вас. Думаю, что, ну, это было бы не здорово, если бы мы принимали решение за вас. Вот, все-таки, жизнь ваша, и вам, и ее, свою жизнь, в смысле, проживать нужно, как мне кажется, саму и саму, учиться делать выбор. Вам сложно из-за того, что, может быть, вы не привыкли от всего-то отказываться, вам сложно из-за того, что, может быть, вы не привыкли уступать. Но это необходимо для того, чтобы экономить свои ресурсы, если этого не делать, то получаются вот такие проблемы. Повторяю, вполне вероятно, что вам не нужно прямо-таки уходить. Вполне возможно, что достаточно было бы просто меньше уделять внимания, меньше пребывать от себя. Да, то есть, ну, при этом давать на более комфортный для вас уровень. Сейчас же есть такое ощущение, что вне зависимости от того, есть у вас способности к чему-либо или нет, вы требуете от себя, чтобы у вас это получалось. Ну, это, мягко говоря, так не работает. Это не работает так. Вы игнорируете в таком случае свои способности, вы игнорируете в таком случае свои возможности. Вы игнорируете в таком случае как раз-таки свои сильные стороны, потому что одна сильная сторона порождает другую слабую сторону и наоборот. Ну, например, высокая чувствительность делает человека способным к компанию, но при этом достаточно тяжело переживающего там какие-то трудные моменты, тяжело переживающие там какие-то события и так далее. Тогда как человека, который нечувствительный, да, он, соответственно, все это переживает легко, но ничего, общаться с ним, вот, и, там, словно надеяться, надеяться, там, наив. На его поддержку, да, на его партию, ну, мягко говоря, бесполезно, бесполезно, вот. Всего есть, то есть, своя, как страна, да, всего есть, свои какие-то плюсы, минусы, вам нужно вот постараться идти вот в сторону как раз того... чтобы принять в себе вот эти вот вещи, ну, принять в себе как слабые, а в сторону так и позитивные. и понять, что одно тесно связано с другим, такого, чтобы у вас были только сильные стороны. Такого не возьму, не возьму. Вот. Вот. Примерно. Такую ответ я мог бы вам дать сейчас со своей позиции, с позиции психологических терапий. Ну, вы можете сами почитать, в принципе, про перфекционизм, вот, вы можете сами почитать, в принципе, про... Ожидание, то есть, вы пытаетесь реальное ожидание своих родителей оправдать. Вот. Вот. Ну, по опыту я могу сказать, что ничего хорошего не получается, ну, точнее, мне крайне редко что-то хорошее получается, когда пытаются оправдывать ожидания других людей. Поэтому, ну, я бы вот, как-то вот так бы вам, наверное, наверное, ответил. Кто-то, наверное, с такой позиции, я бы вам ответил. Вот. На этом, я думаю, всё. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот. Я надеюсь на то, что вам это было полезно, надеюсь на то, что вам это было интересно. Вот. Надеюсь на обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Вот. Ну, то есть, даст вам возможность такую начать работу над собой. Вот. И, соответственно, начав работу над собой, вы сможете измениться. Вот. Да. То, что я могу вам сказать сейчас, вот, с точки, ну, как бы, вот, с точки зрения психотерапии. Вот. Удачи вам. Я хочу пожелать удачи. Вот. Хочу пожелать вам успехов. Хочу пожелать вам принятия решения такого решения, который был бы, ну, для вас хорошим. Такая хорошая. Вот. Которая была бы для вас наиболее адекватным, вот, претективным, упражняющим то, что хочется вам. А не других людей, потому что жить в живем. Вот. Удачи. Удачи вам. Удачи.